Для поклонения верующих одна из главных духовных святынь Беларуси была выставлена всего на сутки. Накануне вечером крест Ефросиньи и Полоцкой торжественно встретили в Свято-Семеновском кафедральном соборе. И на протяжении всего этого времени очередь из верующих то увеличивалась, то уменьшалась, однако была практически всегда. Люди шли в собор с добрыми мыслями и искренней верой в то, что молитва перед святыней дарует мир в душе и гармонию. Эта святыня является уникальной такой святыней и достоянием не только, конечно же, верующих людей, но и, безусловно, конечно, всего белорусского народа. По той простой причине, что, не побоюсь этих слов, игуменья земли белорусской, святая преподобная Ефросинья Полоцкая, действительно является, скажем так, основоположницей монашества в нашей белорусской земле. Напомним, что оригинал креста был изготовлен великим мастером Лазарем Бокшей еще в 1161 году. В годы Великой Отечественной войны реликвия, к сожалению, была утрачена, и найти ее не представляется возможным. Сегодня же перед верующими копия, в которой бережно сохранены частички других святынь разных стран православного мира. Святыня эта содержит множество различных святынь, которые собирали, можно сказать, даже по крупицам со всего Отечества с нашего и за пределами нашего государства. Это и частица креста Господня с каплей крови Иисуса Христа, то есть очень редкая такая святыня, это и частица мощей великомученика и целителя Пантелеимона, и множество-множество других святынь. С 19 сентября крест Ефросиньи Полоцкой уже посетил многие епархии Белорусской Православной Церкви, и в Брест он был привезен накануне праздника воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня. К сожалению, в Бресте святыня пробыла недолго, всего сутки, потому что уже 26 числа она должна вернуться на родину, в Полоцк, где пройдет торжественное богослужение в честь праздника Животворящего Креста Господня. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Эдуард Букунович, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ.